добрый день дорогие друзья сегодня у нас на канале гость друг моего сына расскажет нам впечатление о своем первом контракте зовут его олег но вы увидели раньше здравствуйте здрасте мы же приехали на это же место жарим шашлычки но решили поговорить давай олег рассказывай на добрый день но давным-давно уже хотел уйти в море были определенные трудности как и у всех соответственно конечно это английский это сдача ценза ну было непросто поначалу поэтому с каждым годом хотелось так считалось да попал о будет все хорошо будет классно главное туда уже попасть да то есть поначалу для меня вся трудность вот как скажу как новичок да вся трудность заключалась а именно в сдача компании сдачи тестов то есть собеседование но как оказалось разные суда разные люди есть убитые суда есть нормальные суда я как раз попал на убитое судно хоть она была и 2009 года и казалось бы сейчас приедут там как бы да надо будет вот обходе китом да то есть на первый взгляд а как оказалось когда я приехал сдача тестов и собеседования компании это наверно было самым легким чем не могло вообще предоставить потому что как лично я сейчас понимаю на новых судах которые делают их на них страшно экономят так же сделали и с нашим который у нас было у нас реально не хватало двух систем вентиляции в машине а так как мы ходили в тропиках машине температура доходила до 6 8 до 6 9 градусов ну это в таких условиях скажу так мягко говоря проводить ремонты ну вообще нереально то есть ты как нормальный обычный человек да с нашей с нашей да вот стороны украина россия славяне если за приезжаешь работать и заходишь в такую температуру ну ты попадаешь где-то вот так вот минут на 10-15 тебя хватает только чтоб там перебив само перебивание в самой атмосфере я уже молчу что-то делать какие-то физические нагрузки на себя да там тот же самый открутить какую-то гайку это физическая нагрузка и как бы тут в украине когда у тебя 30 градусов да это нормально открутил но там когда 65 и так жарко тебя обжигает фонарик тебя обжигает бегунок твоего комбинезона да то есть за две недели я как бы сказать начал уже побаиваться за себя потому что у меня такого рекордного такого похудения как вот там да казалось бы у всех бывают проблемы там хочет скинуть вес хочет нет но это надо месяц там у меня 10-12 дней максимум две недели все я себя вижу если не узнаю потому что жара такая что меняешь по 4 комбинезона за день вот единственное что спасала вот в это это чай ты пьешь его там литрами просто горячий чай на кофе таймах ты пьешь потому что пить холодную воду это тебя не спасет это тебе не поможет брать с собой воду туда в машину но она нагревается тоже 55 ну 60 градусов то есть пить и очень тяжело она обжигает и на вот ну поэтому после этого приехав домой я немножко теперь уже честно сказать побаиваюсь побаиваюсь снова же попасть потому что у нас в такое условие на такое судно тем более и команда оказалась на эти все вещи комсостав смотрящий хвост пальца как бы они да они там между прочим ну да надо отдохни конечно вот но работу за тебя никто не сделает а работы там очень много машина оказалась убитая в хлам все течет все где-то что-то ломается тебе надо в машине в этих в этом градусе до 68 67 градусов проводить большую часть работы своей рабочего дня поэтому это все в теории звучит там как я где-то еще слышал там есть такой закон что если там машине больше пести пяти градусов полчаса там пульса в теплую там нет такого нету если машина тяжелая если есть работа это не глаз надо будет звучатся мол да конечно но тебя потом же будут ругать наставлять за то что ты там что-то не выполнил и неважно 60 там градусов там сколько там то есть работа есть и надо сделать и так полгода практически без недели поэтому учитывая что это был мой первый рейс понятное дело речи о том чтобы уехать домой не было но как бы сказать я не знаю что будет следующее если к примеру я попадаю да вот в следующий рейс или в позаследующий рейс еще раз я попадаю в такую температуру снова же в такие тяжелые условия то как бы возможно даже может и уеду домой то есть потому что здоровье и здоровье там если же вышел в первом рейсе это еще ладно там ну сам себе не простишь да столько сделал столько сил потратил вот сдавал учил договаривался там и тут раз тебе не выдержала уехал но стыдно самим перед собой будет а уже второй контракт третий контракт там может на четвертый снова же попадет такое судно то тут как из-за всех остальных так из-за себя я ничего не могу сказать скорее всего это я даже считаю правильно надо что уезжать из таких судов убитых потому что ну лично мое мнение но если хочешь дожить до 50 до спокойно до работы себе работы по 7 месяцев сидит там и все будет хорошо вот но если же ты хочешь как нормальные люди до нашей хотя бы до 60 то можно надо уезжать надо уезжать и стараться именно в таких тяжелых условиях не задерживаться вот естественно снова же там проблема за проблемой как цепочка дойдет за цепочкой то есть жара сильнейшая жара естественно ты не привыкший такой жаре ты заходишь ты уже за 15 20 минут просто не знаешь я только одна мысль умотать с этой машины просто ну вот уже все ты ничего не хочешь просто вот ничего жарить тебя соответственно соображать таких условиях тяжело именно соображать продуктивно да то есть примеру перед тобой поломка да ну что подумать идея ты не можешь думать тяжело думать потому что с тебя течет тебя полностью тебя глаза не видно ничего ну максимум что ты можешь это если уже рука набитая у тебя то потом до форсунки поменять быстренько то есть рука набита ты уже как бы просто руками делаешь да не головой вот тогда еще можно но таких условиях если что-то сидеть думать провтыкать очень очень просто и это было за всеми и за филиппинцами и за мной потому что ну у них тоже скажу что они вообще люди тропические все с тех краев им легче переносилось это все дело я замечал им было намного легче то есть они как-то хоть и в потусом вообще жарила но они были в сознании когда же наш человек то он так потихонечку особенно с непривычки снова же говорю кто первый контракт делай второй я молчу за совдепов которые по 20 лет сидят у них может уже в этом плане рука набита я говорю именно за те которые только только вот попадают сразу же в пекло вода в жопу как говорится то там проблема там будет проблема именно с тем что ты как бы да ты хочешь ты стараешься ты хочешь там как-то себя проявить но ты не можешь машина может быть оказаться настолько тяжелая и в плане тяжелая не то что там поломки а и сэкономили просто на ней просто сэкономили поэтому у нас проблема номер один это была ужасная температура забывал даже как тебя зовут выходил в цепу ты не слышал что тебе говорят все ты еще еще где-то секунд пять-десять его приходишь в себя потому что ты течешь ты полностью на тебя как после души выходишь из-за этого ну лично у меня иногда случались стычки с моим до начальством я захожу он не сразу что-то говорит я его не услышал не потому что я не услышал потому что ну я еще и вообще у меня физически я не могу вообще пока разговаривать потому что жара такая что ничего не хочешь вот поэтому собственно собственно советую кто чувствует за собой какую-то проблему со здоровьем кто знает это каждый человек себя знает лучше чем до окружающие рядом с ним то что я чувствую сейчас даже за собой хоть у меня проблем никаких не было вообще я чувствую за собой ну какие-то сдвиги есть здоровье то есть это не существенные но после такой жары температуры в таких условиях тяжелых когда да тебе надо ежедневно находиться в такой температуре полгода то за собой чувствуешь потом от ну лично я чувствуется но когда ты вот уже до в нормальных условиях такие небольшие сдвиги которых раньше у тебя не было поэтому советую настоятельно рекомендую тех кто попадает на такие тяжелые суда то думайте о своем здоровье деньги деньгами они вас не будут радовать и честно я заработал денег хорошо заработал но сказать что я сейчас прыгают радости нельзя сказать потому что лично я сейчас больше переживаю о том ну чтобы это не олукнулась дал мне сейчас 26 лет тому смешно немного звучать казалось бы да не пенсионер какой-то ну да сейчас я начинаю переживать чтобы не олукнулись эти эти полгода в этой жаре то есть в этих нечеловеческих условиях в будущем потому что все мы люди и все но у нас как говорится потихоньку до откладывается вот поэтому тоже снова же настоятельно рекомендую все кто попадая в тяжелые условия там если вы чувствуете что проблемы будут проблемы то лучше лучше рискните уедете домой даже найдите себе что-то другое потому что у нас были случаи филиппинец упал начал дрыгать ногами вот в итоге вместо того чтобы разобраться что как так просто ему влупили ворнинг ворнинг ну это предупреждение я думаю для многих это знакомо что это такое письменное предупреждение на каком основании просто посмотрели его медкарту а там здоров здоров ну так а что ты тогда дрыгаешь ногами раз ты здоров все ворнинг тебе ну и я думаю ни для кого не секрет что для любой компании любой ворнинг это плохо если ты приезжаешь с характеристикой у тебя там отмечен ворнинг то ты уже им не докажешь что извините ну плохо стало в самом деле в самом деле плохо стало а тут просто комсостав такой попался конченый которые просто посмотрели вот они тебе не поверили и все ворнинг вот поэтому исходя из опыта могу вам посоветовать одно в первую очередь думайте о себе и о своем здоровье потом уже естественно карьера вот пока Миша так так ну что ж ребята спасибо Олежке за рассказ пожелаем ему успехов в будущей карьере чтобы не попадались такие упыри спасибо мы знаем какие хе 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 будем надеяться что и пароход будет лучше что это было самое тяжелое испытание в его жизни все подписывайтесь на канал ставьте лайки всем пока 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 я